Айоу чуваки, вы на канале Айдо, Соник извини, но я прошел Assassin's Creed Odyssey на 100%. Это было очень больно и мне определенно есть что рассказать. Этот канал он в основном про симуляторы, про игры о выживании в различных его вариациях. Но я решил отступить от, так сказать, канона. Потому что посмотрев десятки видео от Соника, не раз натыкался в комментариях на то, как кто-то просит его сделать стопроцентное прохождение Одиссеи. Это уже давно стало локальным мемом и я решил, что пора этот мем разрушить. В этом видео вы услышите о том, во что превратилась серия. Как Юбисофт в погоне за большими открытыми мирами делают себе только хуже. По каким признакам я узнаю игры от Юбиков буквально по паре кадров игры. Как они заимствуют игровые элементы из Ведьмака, Теней Мордора и заимствуют даже звуки. За что можно похвалить Одиссею. Почему Юбисофт все же не обанкротится в ближайшее время, хоть об этом много кто и говорил. И многое другое вы узнаете совсем скоро. На полное прохождение основной игры у меня ушло больше 150 часов и я не знаю, увидит ли это видео широкий круг зрителей, но надеюсь, что мои страдания были не напрасны. Ведь когда я только начал играть и увидел, что на острове довольно-таки мало знаков интереса и выше, кто был приятно удивлен, пока не увидел, что является собой этот маленький кусочек суши на фоне всей огромной карты. Перед подробным разбором игры должен сказать две вещи. Мое мнение совершенно точно субъективно и совершенно точно уникально. Потому что я толком не играл ни в одну из современных игр серии Ассасинов и не видел своими глазами, во что эта самая серия превратилась. Да, я тот самый счастливый человек, который закончил серию игр про Ассасина на черном флаге. Вернее, я был тем самым счастливым человеком, прямиком до этого момента. Ведь я понял, что локальный мем канала Соника с Одиссеей на 100% достиг колоссальных масштабов и я подумал, что если я смогу это все закончить, то это будет как минимум очень эпично. И может быть я спасу самого Соника от многих десятков часов страданий, ведь по-другому я не могу назвать 100% прохождение игр от Юбисофт. На самом деле, все было не прям, чтобы ужасно, но мое прохождение Одиссеи постоянно металось со стороны в сторону и в одних моментах это было вполне сносное и терпимое приключение с не самой плохой боевой системой, в другие же очень плохой и дешевый игровой опыт, за который нормальному ТриплАй проекту должно быть стыдно. Ну что ж, начать это другими словами кроме этих просто невозможно, так что... Ну че, ебаный народ, погнали, ебаный народ! Во многом пройти Одиссею полностью мне помогла одна хитрость. Пока я играл в это, я представлял, что это не игра серии Ассасин Скрит, а просто какой-то продукт от ноунейм компании. Это позволяло немного сгладить некоторые углы, да и успокоить психику, ведь если играть с мыслью о том, что это игра про кредо ассасинов, то ничего кроме разочарования и боли разглядеть здесь просто не получится. Откуда-то выползает Ассасин Скрит Одиссея. Ей больно, но она все еще жива и говорит мне из последних сил, Айдо, я ассасинов не чувствую. А я ей отвечаю, а у тебя их и нет. Алло, Юбисофт, Ассасины где? Где кредо? Скрытые клинки? Где здесь хоть что-то, что могло бы оправдать такое название? Безусловно, в Одиссеи я охотился за артефактами, которые так или иначе имеют связь с первоисточником, который мы, или по крайней мере я, так любил. Но мне кажется, все зашло слишком далеко. Пока видео целиком и полностью не скатилось в ныне и грусть, я должен рассказать о положительных чертах игры, о механиках и вещах, которые мне здесь понравились. Молоко. Ну или хотя бы не вызывали вопроса. Что за ужас тут творится? Стелс. Нет, не само его качество, потому что от стелса в Одиссеи остались только кусты и скрытые убийства, которые выглядят слишком агрессивно и шумно, чтобы называться скрытыми. Помните, как это делали настоящие ассасины? Осторожно вонзая скрытый клинок, смертельные точки жертв. Так вот забудьте, от стелса здесь лишь паховая растительность на лоне земли. Надеюсь вы поняли шутку. И даже кучи сена потеряли свое главное предназначение. То есть в них не только нельзя спрятаться, но фактически и урон от падения гасить не имеет смысла, ведь главной героине это совершенно точно вообще не нужно. Так в чем вообще смысл? Похвалить я хотел факт того, что стелс в этой игре довольно часто это нужная вещь, а все из-за того, как тут устроена система розыска. Ведь если мы будем много шуметью убивать всех направо-налево, то наша голова станет целью многих наемников, которым, к слову, мы сами и являемся. И эти наемники часто будут настоящей занозой в заднице, даже на самой простой сложности, ведь они буквально ищут вас в городских кварталах, вражеских лагерях и даже на простых тропах. Они сильнее простых солдат и их военачальников, и часто применяют дополнительное оружие в виде бомб, ядовитых стрел и всего остального. И вот, чтобы не нарожать себя на лишнюю опасность, вам приходится действовать скрытно, или хотя бы пытаться это сделать, учитывая здешний стелс. Само собой, уровень розыска можно снять, заплатив золотом. В меню игры. Очень атмосферно и очень аутентично, Юбисофт. Надеюсь, в будущем можно будет убивать своих жертв и зачищать аванпосты, не выходя из главного меню, ну или сразу за донат. Но в целом, эти две системы с розыском и стелсом довольно неплохо друг друга дополняют, как на уровне погружения, так и на уровне самой игры. Также меня приятно удивляло то, что игра не стеснялась порой показывать кровавые и жестокие сцены. Это немного улучшало восприятие происходящих событий. Ну и, пожалуй, это всё, что меня хоть сколько-то приятно удивило. Само собой, в игре есть красивые ландшафты и виды, но, пожалуй, уже все знают, что визуал Юбисофт могут делать хорошо, а вот наполнение... Так что начнём о плохом. По сюжетной части игры я не буду детально проходиться, скажу лишь, что она совершенно точно не смогла меня увлечь по ряду причин. Первая причина максимально проста. Ни*** я не понял. Ну, очень интересно. То есть, слишком много всего, но ничего не понятно. То есть, ничего не раскрыто. Не успеваем мы появиться на первом игровом острове, пройти несколько заданий, как нас вышвыривают на другой. Там мы знакомимся уже с новыми героями, выполняем сюжетные задания с уровнем проработки побочных и, правильно, плывём на новый остров и так на протяжении всей игры. Глобально я не смог увидеть какого-либо развития персонажей, смены их характера, слома парадигмы их мышления или чего-то в этом духе. Знаете, как делают в хороших сюжетах, где характер героя, его сильные и слабые стороны тесно вплетены в сюжет. И сам герой в течение этого сюжета развивается, меняется и даже, я бы сказал, ломается под влиянием внешних факторов. В Одиссеи я ничего подобного не увидел. В начале игры главный герой, Кассандра, показалась мне довольно интересной и необычной, особенно после того, как решила засунуть искусственный глаз злодея в задницу козе. Ещё один герой, который выделялся на фоне других, потому что был слишком активен в некотором плане и всю игру только и делал, что с кем-то сношался. Как-никак, тут были культовые личности в виде древних философов. Но я не смог увидеть в их философствованиях какое-то влияние на судьбу главной героини или хоть какое-то значимое влияние на саму историю. Они просто... есть. Вторая причина — это сама подача сюжета. Первый раз я заметил, что Юбисофт экономит на повествовании, кажется, в пятой части Фар Края, где в начале игры была довольно хорошая и интригующая катсцена с Йосифом Сидом, а после — только гринд, гринд, вопросики, фанатики. Игра буквально говорила, пока не зачистишь столько вот аванпостов и не наберешь столько очков влияния в регионе, не сможешь продвинуться по главному сюжету и сразиться с ладеем. В Одиссее ситуация, конечно, иная, но с другой стороны тут она еще хуже. В игре совершенно нет постановки сюжета, в ней даже нет нормальных катсцен или срежиссированных роликов, кроме, пожалуй, начала игры. И получается так, что на протяжении всей игры перед собой ты видишь или несколько героев, стоящих друг напротив друга, или толпу врагов. Третьего, как говорится, не дано. И в такой ленивой форме повествования мне было очень трудно погрузиться в сюжет или хоть как-то им проникнуться. Плавно уходя от сюжета, хочется уделить особое внимание заданиям в Одиссея. Если главные сюжетные задания терпимы, то побочные, неповторяемые задания порой могут заключаться в простой зачистке лагеря, собирательстве ресурсов или простом открывании сундука. Проще говоря, что-то новое и интересное они вряд ли смогут вам подарить. А вот если речь заходит о заданиях повторяемых, то из тех, которые время от времени могут появляться случайно, то тут всё стабильно. Пойди принеси, сходи убей. Иногда даже бывает такое, что вы общаетесь с квестодателем, он рассказывает вам о своих проблемах, и вы отвечаете, так может тебе денег дать? Старина. Тот соглашается, и заплатив 50 монет, вы завершаете это задание. Аплодирую стоя. Ради этого явно стоило бежать к этому персонажу, слушать его и, в целом, тратить своё время ради такого интересного контента. А ещё не удивляйтесь очень плохому и инеписей. У меня бывало такое, что в задании, где надо было защищать НПС, его жена или просто кто-то, стоявший рядом с ним, во время боя против диких зверей или вражеских солдат, просто набрасывался на меня. А после того, как вы дадите ему сдачи, уже цель вашей защиты, в отместку за нападение на приятеля, будет вас атаковать. Я прошу прощения за то, что не смог показать вам всё это шоу наглядно, потому что мне банально не хватило под всё памяти в ноутбуке. Особенно после записи 100 днева, которыми я в целом и занимаюсь. Случай с Ассасином это нечто экспериментальное для меня, но суть вы уловили. Эксперимент очевидный и удачный. Отличное качество квестов, как для ААА проекта. Изначально я хотел ругать и боевую систему в этой части серии, ведь даже в самой первой части, играючи за Альтаира, боевка была куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Там были простые удары, очень резкие выпады, парировать которые удавалось довольно редко. Более того, можно было заметить момент, когда враг отвлекается от защитной стойки, и в этот момент можно легко пробить его защиту. Да и в целом выглядели бои реалистично и натурально, и поскольку серия Ассасина тесно переплетается с историей, то реализм был логичным продолжением самой концепции игры. А в Одиссея мы шинкуем салаты, стреляем взрывными стрелами, наносим десятки ударов, будто играем в, я не знаю, битэмап или слэшер. Вы могли бы сказать, ну и что, но взгляните на название игры. Кредо Ассасина, кредо убийцы. Здесь нет ни первого, ни второго. Так о чем вообще мы говорим? Но полностью обесценивать то, что сделали Юбики, я не буду. Понятно, что скорее всего эта боевка перекочевалась в предыдущей части игры, ведь Юбисофт уже давно не разрабатывает игры. Он собирает лего конструктор из своих предыдущих механик, поэтому из серии в серию мы видим геймплей за птиц, приручение животных и все остальное. Как-никак в бою есть и простые атаки, и усиленные, которыми можно пробивать маленькие вражеские щиты. Есть и парирование, и кувырок против атак, которые заблокировать нельзя. Это не говоря уже о куче, даже не знаю, суперспособностей. Это ведь игра с историческим контекстом, но как можно было обойтись без суперспособностей в мире наряду с философами Древней Греции, противостоянием Спарты и Афин. Проще говоря, сама боевка хоть звезд с неба не хватает, но к ней у меня по большому счету нет претензий. Я понимаю, что хейтить Ассасина за то, что не канон, уже слишком поздно, пациент давно скончался и лишь изредка подает признаки жизни в виде... Возвращение к истокам. А теперь давайте пару слов о том, как в погоне за псевдо масштабом игры Юбисофт сами же себе портят жизнь. Я помню то время, когда открытые миры только обретали свою популярность. Как это было круто, бежать туда, куда хочешь, исследовать локации в любом порядке и находить какие-то второстепенные квесты и интересности там, куда игра не вела тебя за ручку. Но Юбисофт, признаться, застряла где-то в тех же годах, в плохом смысле этого слова. И вместо интересного наполнения мира и множества активностей и механик предлагают нам только аванпосты, аванпосты, аванпосты в крепости, аванпосты в разрушенной крепости, аванпосты в пещере, подводные аванпосты, и аванпосты с животными. Сразу прошу прощения, ведь какой-то вид аванпостов я могу пустить, но зато здесь не так уж много вышек, за которые их когда-то кейтили. Вот это точно прогресс. В общем, я искренне их не понимаю, неужели разработка таких огромных, пустых, в плане разнообразия миров, стоит того, чтобы во время очередного выступления заявить, что новый открытый мир, это самый большой открытый мир серии. Неужели люди это хавают, и так и будет продолжаться? И скорее да, чем нет. И вот этот гигантизм Юбиков, он портит буквально всё. Как игралась бы здешняя боёвка в игре продолжительностью, скажем, в 40 часов? Ну нормально. Как ощущались бы метки на карте? Думаю, терпимо, ведь их стало бы гораздо меньше. Второстепенные задания должны были бы стать покачественнее, ввиду меньшего их количества. Но нет, Юбисофт не Юбисофт, если не сделает большой открытый мир, в зачистке которого вы потеряете сотню-другую часов, свободное время, личную жизнь, здравый рассудок и игровую потенцию. Разжирел до такой степени, что не может даже выходить из дома. И когда это выйдет в эфир? И как вы понимаете, увеличение, так сказать, ширины игры, ну просто не может не сказаться на её глубине. И это второе, чем Юбисофт себя гробят. Чтобы вся эта куча механик, которая напоминает, прости господи, какой-то компот, поместилась в одной игре, и они не ломали друг друга, все игровые механики сильно кастрированы и урезаны. Давайте к конкретным примерам. Возьмём, например, охоту. В третьей части серии появилась новая механика. Охота на диких животных ради ресурсов, из которых можно было крафтить различные вещи. И эта активность представляла из себя целую совокупность механик, которые к тому же работали в паре с другими механиками. Например, с паркуром. В игре можно было охотиться на зверей, можно было находить их следы и тропинки, чтобы, зная примерное место обитания, расставлять ловушки в верных местах. В крайнем случае, можно было устроить засаду в кустах или убить добычу, перемещаясь по деревьям. В свою очередь, добывали ресурсы мы для крафта вещей для торговли и улучшения своего поместья. Уж извините, более детально я вспомнить это не смогу, уж слишком давно это было, и за это время всеми любимая Юбисофт успела удалить старую версию игры и поставить вместо неё лишь ремастер, который в некоторых местах выглядит даже хуже, чем оригинал. Но, к сожалению, в наше время так делают даже самые, казалось бы, культовые студии. Ведь так, Rockstar? Но к чему я всё это вёл? Если в третьем Ассасине механика охоты имела некую глубину и многогранность, имела долгоиграющую цель в виде крафта, предметов и улучшений, да в конце концов была тесно интегрирована в сам сюжет по нарративу. Как-никак, мы играли за Конора, он же Радунхагейду из индейской деревни. То есть охота была не просто механикой, а и обосновывалась сюжетно. А значит, эти две вещи дополняли и подкрепляли друг друга, делая мир более настоящим, что ли. То всё, что осталось от охоты в Одиссеи, это увидел животное, пустил стрелу, залутал ресурсы. И если в третьей части при каждом свежевании проигрывалась отдельная анимация, то ввиду необъятных масштабов мира, того, насколько много шкур нам придётся добывать ради улучшения своего корабля и снаряжения, о чём я ещё вспомню. Юбисофт бережливо позаботились о том, чтобы мы не заскучали, и поэтому, мало того, что теперь свежевания животных нет вообще, и мы просто в одно мгновение подбираем животного ресурсы. Находясь среди нескольких туш животных, одним нажатием мы залутаем сразу их все. И если вы не поняли, о чём я, сформулирую свою мысль в виде вопроса к разработчикам. Почему так? Зачем? Зачем гнаться за масштабами, кастрируя при этом целые цепочки взаимодополняемых механик. Ведь сам смысл охоты был не в добытых шкурах или костях, он был в процессе охоты. Когда ты скакал в зону обитания того или иного животного, изучал следы, ставил ловушки или просто выжидал в засаде. Разве не лучше было бы уменьшить количество ресурсов, которые нам придётся гриндить? Разы так в 10, если даже не в 20. Но оставить саму механику в том виде, в котором она полюбилась игрокам. Ведь третья часть получила довольно крутые отзывы. Именно с неё началась мини-эпоха, в которой фанаты игры разделились. Кто-то топил за Эцио Аудиторе и считал его лучшим персонажем серии, а другие уже за Коннора. Настолько создателям удалось прописать персонажа, его характер и биографию. Так тесно вплести личную семейную историю в противостоянии ассасинов и тамплиеров. Но вместо этого Юбисофт заставит вас нагриндить пару миллионов монет на улучшение корабля и сотню-другую тысяч ресурсов для того же дела, упростив механики их добычи до простого нажатия кнопки. И так не только с охотой, а с многими вещами. Та же механика паркура, которая была одной из главных фишек игры, и я бы сказал, стилем и необходимостью для трушных ассасинов, ведь действовать им приходилось скрытно. Опять-таки, чувствуете связь? Ассасины перемещаются по крышам не просто, потому что потому. Такой способ передвижений обоснован их ремеслом. Та даже в черном флаге, как сейчас помню, способность Эдварда карабкаться по стенам, хоть и оправдывалась одной репликой, он говорил что-то вроде «Я ведь моряк, и каждый палец как крючок», но она хоть как-то обосновывалась и все еще была связана с повествованием. То, возвращаясь к Одиссее, что у нас есть? Однокнопочный паркур, где нужно просто зажать shift и бежать на стену. Из-за такого упрощения теряется сам вкус, ведь у тебя больше нет того микроконтроля за своим маршрутом и способами его преодоления, как было раньше. Что тут сказать, ведь оказалось, что в Одиссее даже не нужно нажимать клавишу ускорения для спринта, персонаж сам со временем переходит с бега трусцой на спринт. Казалось бы удобно, но нет, было бы удобно, если механика была бы развита. Какого-то удовлетворения от передвижения я здесь не ощущал вообще. Давайте я покажу вам одно сравнение всего лишь на секунду. Вот бег в Assassin's Creed Unity. Персонаж двигается куда медленнее, словно придавая веса нашему герою. Ощущается инерция и некая тяжесть и неповоротливость. А если при спринте побежать немного в сторону, герой переводит вес ноги на ногу, траектория движения едва смещается, персонаж может перемещать центр тяжести. Словом, все выглядит очень круто и реалистично. А в Одиссеи анимация бега стала простой анимацией бега. И так во всем. Если в черном флаге мы могли улучшать корабль, пополнять свою команду, ведь во время морских сражений мы теряли людей. На корабле были канаты, специально заготовленные для того, чтобы мы быстро и удобно могли перелететь на вражеский корабль во время абордажа. Или чтобы нам было не так далеко плыть к берегу, допустим. Плюс ко всему, на самих островах чаще всего были шлюпки, позволяющие не плыть к своей галке собственноручно, а мгновенно переместиться, экономя ценное время и скипая неинтересные плаваньи в обратную сторону. В Одиссеи же все, что осталось это сами перестрелки и улучшения корабля, на которые нужна целая куча, я бы сказал, целый кратер ресурсов. И судя по тому, что на старых скриншотах игры я увидел, что стадий улучшения у корабля было куда меньше, вот это чудо разработчики осмелились добавить уже намного позднее релиза игры, когда оценки игроками уже выставлены. И угадайте, сколько ресурсов нужно для улучшения последней стадии корабля. Ну 36 гривен будет. Сколько? 36. Я даже не буду это озвучивать, просто сами посмотрите. Все такие упрощения и откровенное кастрирование механик лишает игру хоть какой бы то ни было глубины, а значит и позитивных впечатлений от нее, ведь мы любим небольшие карты, не огромные масштабы, мы любим проработанные задания и механики и спорить с этим будет глупо. На этом фоне хочется сказать о внимании разработчиков к деталям, посмотрите на эту анимацию быстрого подъема в старой части серии. А теперь в Одиссея. Если вы внимательный человек, то уже ловите фейспалм, если нет, объясню. Посмотрите, если в старой части канат обрывался и вас поднимало подвесом закрепленного груза, то в новой канат он даже не двигается, даже сама его текстура не анимирована. Чтобы как бы создать эффект его движения, на экран просто накладывается эффект размытия, скрывающий эти дефекты и статику, ведь фактически сам объект остается неизменным. И таких мелочей на самом деле много, они везде и в совокупности все это оборачивается тем, что ты не веришь в этот мир, тебе не кажется, что он живой и все воспринимается так, будто бы ты бегаешь в дешевых картонных декорациях, за которыми ничего не стоит. Еще мне не особо понятно, почему в игре настолько неудобный ландшафт и вам приходится или упираться в бесконечные камни и высокие склоны, либо автобегом скакать к точке маршрутом раза в три большим от оптимального пути. Особенное внимание заслуживает анимация гребли и скорости лодки, на которой вы плывете. Я понимаю, что тут разработчики сделали все максимально быстро для нашего комфорта, но могли бы и анимацию соответствующую сделать. ладно ладно я шучу плюс мне довелось увидеть здание которое снаружи и внутри имела разную форму снаружи здание участок стены заканчивался дверью а внутри на этом же месте была колонна и перпендикулярная стена признаться такого я до сих пор не видел ни в одной игре это точно успех ну и сам процесс карабкания тоже потерпел изменения я просто не могу этого не упомянуть если раньше хвататься мы могли лишь за уступы и прилаза не нужно было думать и выбирать свой маршрут при подъеме и спуске то теперь почти за любое плоское и отполированное покрытие можно зацепиться и взобраться наверх и где-то такое я уже видел но давайте о веселом о том как юбисофт старается взять от популярных и успешных игр лучшее и применить это у себя но по итогу в очередной раз все упрощает терпит фиаско и и все такое начать стоит из банального из системы диалогов где нет постановки от слова совсем но если в ведьмаке этот недостаток перекрывался хорошей подачей и интересным содержанием бесед то в одиссея после посредственного геймплея посредственные диалоги бросаются в глаза еще сильнее несколько раз во время игры я ловил себя на мысли что где-то я уже слышал эти звуки горна и где-то я уже видел эту хрень с уникальными особенностями полководцев да как я понимаю юбисофт решили взять систему немезис из игры право оставшего из мертвых талиона и внедрить ее в свою игру но я уже говорил что юбисофт любит все упрощать если в тенях мордора и тенях войны у каждого у рука были оригинальные черты сильные слабые стороны и каждый из них мог иметь особое отношение к нашему герою скажем если мы убивали у рука с помощью огня тот мог остаться в живых и устроить на нас засаду при этом при новой встрече он будет в ожогах и обязательно припомнит нам эту пакость то в одиссеи с наемниками все намного проще настолько проще что я не вижу даже особого смысла что-либо рассказывать про эту систему так как я ее просто игнорировал виду ненужности и даже глобально если в тенях мордора и войны механика захвата командиров и игралась приятно и была обоснована в том числе и нарративно в одиссеи мы просто бесконечно будем убивать наемников только ради того чтобы сэкономить деньги и ресурсы гриндить убийство чтобы не гриндить ресурсы и деньги похожие дерьмо и скультистами которые вроде и тесно вплетены в сюжет но почему-то являются очередной гриндилкой подсказок и убийств без должной мотивации ведь спойлер лично для меня сюжет игры закончился на моменте воссоединения семьи за общим столом ну а потом второй раз когда я закончил линейку заданий с атлантидой скажу вам честно я бы мог говорить про одиссею еще очень и долго ведь здесь мне приходилось драться с какими-то мифическими существами разгадывать загадки сфинкса и вот эти вещи хоть как-то делали игру разнообразней на фоне всех тех однообразных заданий например я бы мог поразмышлять почему кассандра по сюжету являясь спартанкой по крови в игре убивает и афинян и спартанцев при всем этом не терзая себя лишними моральными дилеммами и проблемой выбора у нее как будто нет принципов ей все равно на ком гриндить опыт и чьи аван посты зачищать человечка в красном одеянии или в синем мог бы углубиться в каждую мелочь по типу того что каждый раз посещая пещеру где нужно прокачивать свое копье нам каждый раз приходилось неспешно бежать около трех сотен метров к нужному месту что даже казалось бы крутые в априори вещи здесь играется как никак например войны спартанцев и афинин согласитесь ведь звучит когда в одном бою сталкиваются десятки или даже сотни воинов и ты дерешься с ними на равных в этом мясном замесе это все двигает сюжет если даже не является пиковой его точкой ведь это черт подери война спарты и афин но что делает одиссея с такой перспективной геймплейной вещью она просто показывает черный экран спавнит в небольшом радиусе воинов и мы должны закликивать до смерти несколько военачальников и простых солдат для того чтобы победить в битве увидеть еще один черный экран и зависит от ситуации если это сюжет то послушать какой-то диалог а если это ваша инициатива то просто получить какую-то вещь или предмет доспехов плюс ко всему доспехи воинов этой области мира окрасятся в цвет спарты или афин соответственно со стороной которая одержала победу в бою и что и на этом все в общем давайте на этом закругляться я хотел рассказать о всей игре в одном видео но пожалуй так это не делается и по итогу это видео находится под риском стать некой солянка из претензий к игре единственное что хочется еще вбросить я искренне понимаю почему вокруг одиссеи не слышно громких скандалов по поводу сексизма или чего-то в этом роде я не знаю как звучит флирт при игре персонажем мужского пола но при моем прохождении за кассандру я был свидетелем настолько неловких и откровенно озабоченных реплик когда у потенциальной любовницы по сюжету погибал муж а кассандра в это время затирала ей фразочки о постели и в стиле дайте придумаю что-то по кринжовее о в стиле егора крида я не настолько имбецил чтобы проходить игру второй раз за алексиуса так что прошу вас кто прошел игру за него написать в комментариях звучали ли у вас эти же фразы в интимных диалогах или дела обстояли получше ну и наконец таки настало время подвести краткие итоги юбисофт в очередной раз не изменяет своим традициям гонится за мнимым масштабом жертвуя при этом потенциально возможную глубину и на фоне этого мне совершенно точно понятно почему от ассасина в этой части серии не осталось и следа потому что сам концепт истории про ассасинов и тамплиеров предполагает глубину сюжета и его проработку предполагает глубокую и интересную историю а с таким подходом как у юбисофт сейчас много всего и ничего не работает как надо классическая история про ассасинов банально не будет работать и не сможет даже казаться интересной ведь в данном случае хоть историческая эпоха игры и служит простой декорацией но как никак добавляет некий элемент новизны и невольно вызывает интерес до тех самых пор пока ты не поиграешь пару часов и не поймешь что это все из себя представляет на самом деле мое мнение такое что юбисофт уже просто-напросто не способна физически и не знаю морально выжать из себя игру с глубокими и проработанными механиками и сюжетом они окончательно увязли в том чтобы пересобирать кубик рубика из своих предыдущих игр и наработок и показывать нам все новые и новые комбинации цветов на его гранях но как бы они не старались на кубике может быть только шесть цветов и как их не представляет больше их не станет так и с играми сколь бы хитро мудро они не пытались перебирать игровые механики и даже добавлять что-то новое каждый раз запуская игру тебе достаточно поиграть в нее пару минут чтобы понять в этот ты уже играл причем не один раз тем не менее из-за такого подхода как я думаю студия и не сможет так быстро обанкротиться как многие предполагали потому что затраты на разработку в таком случае должны получаться минимальными пусть все бесконечно повторяют что разработка дорожает по одиссея не скажешь что в нее были вложены большие деньги разве что большие нервы потому что расставлять десятки однотипных аванпостов бессмысленных точек интереса бесполезных сундуков без идейных побочных заданий уровня подай принеси это дело требует еще каких нервов и превращает любимую работу по созданию игр в обычную рутину ту же что чувствует игрок проходя очередную часть серии я знаю что я рассказал не обо всех аспектах игры и упустил довольно много информации как минимум на еще один ролик но я думаю здесь уже вам поможет сам sonic спасибо за просмотр пишите свое мнение касательно игры пишите понравилось ли вам видео что я упустил на чем стоило заострить внимание ставьте лайки если согласны с моим мнением дизлайки если считаете что я необоснованно обругал игру это была вторая часть ассасина которую я прошел на сто процентов и я больше не хочу представляю как чувствует себя sonic когда видит перед собой очередной открытый мир сотней точек интереса надеюсь я смог хотя бы упростить ему жизнь этим видео и хочу пожелать ему только удачи удачи и терпения до встречи в новых видео желада была маленькая студия юбисофт которая смогла и вот однажды где-то на старте серии игр про ассасинов она начала расти и набирать обороты разработчикам был дан приказ углублять и развивать глубину истории о дезмонде и историю противостояния ассасинов и тамплиеров которые сражались друг с другом уже не один век студия росла игры хорошели даже когда начинали выходить спорные игры в них все еще оставался дух оставалась кредо но ребята почуяли запах денег и когда здравые экономичные идеи у них начали кончаться они решили изрыгнуть из себя это чудо откуда-то выползает ассасинскрит одиссея день больно но она все еще живая она медленно ползет ко мне и говорит мне из последних сил а это я соседов не чувствую а я ей отвечаю а у тебя их и нет